13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение по поводу того, как прошел этот год, как мы будем праздновать, наверное, этот прошедший год и День города. Сегодня будет высказывать руководитель отдела по связям с общественностью Кировской гордумы Яна Страузова. Яна Юрьевна, добрый день. Добрый день. Мы решили так, что завтра начинается празднование. Город обещает, что праздновать мы будем 5 дней. На самом деле мы уже начали их праздновать. Мы начали праздновать с 9 июня, когда гордость Вятки презентовала свои лучшие таланты, своих детей на сцене драматического театра. На самом деле были очень одаренные, красивые, умные, замечательные дети. Им вручили премии глава города, глава администрации. Такой блеск талантов мы увидели. Вчера состоялся торжественный вечер, посвященный Дню города. Торжественно вручили награды за заслуги перед городом. То есть мы увидели тех людей, которыми мы гордимся. Было очень душевно, получили много поздравлений. То есть город начал праздновать. Город увидел свои таланты, своих лучших людей. У меня вообще такое ощущение сложилось. Мы сегодня не только будем говорить о праздновании, о самих мероприятиях, но и действительно, как я уже сказала, о том, как мы прожили этот год. У меня вообще сложилось ощущение, что несмотря на то, что не юбилейный, вроде такой год, не громкая дата, но мероприятий, приуроченных к Дню города, как-то значительно больше. Тут еще слилось, видимо, празднование 70-летия Победы. Такое ощущение, что подготовка как началась в начале года, так она и не заканчивалась. Одно за другим мероприятие, одно за другим. И думаешь, с чем это связано? Это какое-то изменение в работе городской администрации, городской думы. Это потому что год такой, не знаю, может быть, 70-летие Победы так на нас повлияло. Это потому что у нас денег вдруг больше стало на то, чтобы всякие мероприятия проводить. Это потому что сознание граждан, сознание самих кировчан поменялось. Вот давай, во-первых, договоримся, как мы будем в эфире, друг с другом общаться. На ты. На ты, я тоже, да. Вот на ты. Это вот как ты думаешь, что здесь самое главное, что повлияло? У тебя, во-первых, есть такое ощущение? Нет, у меня не просто ощущение, потому как я вижу эту кухню, мне очень нравятся утренние оперативки, они ежедневные. И слава Богу, что у меня начинаются они в 8 утра, потому что у Александра Викторовича Перескокова они начинаются в 7 утра. И в 7 утра вопросы благоустройства города, когда собираются территориалы, это просто святая святых. И в 8 часов уже нарезаются такие очень конкретные задачи. Мне очень импонирует то, что он подходит к городу, как к территории своего родного дома. Когда буквально каждая мелочь, ну типа не очень прибранного какого-то местечка, оно разбирается сделать сейчас, через час. Вот такой конструктивный диалог идет в команде, в администрации. Очень правильно, я думаю, поставлены им задачи. И очень верно выбран настрой 70-летия, потому что вроде бы казалось, эти баннеры, это украшение города. Но вот я тоже как идеолог скажу, что оно работает на людей. Когда ты чувствуешь сопричастность вот с этим великим, пусть этого много, некоторые нас критикуют, но просто обыватель, он это вдруг замечает, это уже хорошо. Помимо того, что он видит хорошо оформленные какие-то баннеры или витрины, он оглядывается и видит, что стало чище. Вот реально, я специально проводила такой опрос, мне просто любопытно стало. Ну я живу в центре города, я иду, мне нравится. Оно реально чисто, красиво, зеленый город. И вот горожане нас подтвердили, вот такой маленький опрос, журналисты проводили, что в этом году действительно стало чище. Ну мы вчера в программе «Разворот на бизнес» говорили о взаимодействии бизнеса и города. И два часа мы об этом говорили, здесь были представители бизнеса и городской администрации, и областной. И пришли к общему выводу, что да, правда, действительно, как-то бизнес стал активнее участвовать даже в мелких делах. То есть мы понимаем, что есть локомотивы такие, на которых всегда, в общем, есть расчет и поддержка. Ну и сейчас, вот видимо, благодаря тому самому, что ты сказала, может быть, этим утренним оперативкам, на которых я тут побывала совсем недавно, имела счастье. Меня просто Александр Викторович подловил на слове, когда собиралась рабочая группа по велосипедизации. Сказал, ну что, Светлана, приходите завтра в 7 утра и поговорите с начальниками теруправления. Я просто наблюдала эту картину, действительно, была такая ситуация, когда Перескоков говорил, так, у тебя здесь вот это, как это ты не увидел, у тебя здесь вот это. Такое ощущение, что он просто какой-то многорукий будто и везде успевает и все смотрит. Но это вот отдельная тема, благоустройство еще поговорим. Вот бизнесмены, кажется, тоже как-то они расшевелились. И, наверное, этот процесс запущен несколько лет назад, потому что, когда мы разбирали историю там Уржума или Слободского даже, по-моему, вот, историю четырехлетней давности, не помню сейчас, не могу сказать точно, один из этих городов, как тогда с трудом начинали работники администрации общаться с бизнесменами по благоустройству и насколько сейчас ситуация меняется, насколько открытие эти люди становится. Ну, бизнесмены это хорошо. А как население реагирует? В принципе, даже не в принципе. Плохо то, что у нас мало денег на ремонт дворов. Но очень активность в этом мы видели в прошлом году, когда реально инициативные горожане выходили, писали гранты, они видели вот свои проблемы и через какие-то эти субсидии мы их решали. В этом году этих денег нам не хватает. Но при этом вот та активная гвардия этих активных горожан, она сформировала все так называемые ТОСы. И сейчас они, вот, видимо, по своей уже раскачке, по готовности работать, они очень во дворах делают много совершенно самостоятельно, потому что делают для себя. И, собственно, подключение их вот к этой ноте озеленения, новых клумб, просто, чтобы просто было у тебя уютно и хорошо около своего дома. Вот эта инициатива очень здорово поддержана. Она, то есть, и на уровне администрации она продвигается вот через активных, скажем, старших этих подъездов, домов и так далее. Вот. И когда есть такой, скажем, один локомотив, опять же, да, как в бизнесе, так и у горожан, тогда оно идет. Народ просто сам собирается, им предоставляются возможности, там, лопаты, там, грабли. То есть, там, в случае, хороший пример заразительный. Отлично, да. И вот, можно так сразу в тему. И женсовет подключился, и когда хорошая идея Александра Викторовича о том, что мы давайте продолжим украшать город после 9 мая, продолжим эту тему, и ко дню города, ко дню России, расцветим его клумбами, зелеными изгородями и так далее, тоже была здорово подхвачена. Женсовет объявил такой конкурс, газета поддержала о том, что каждый двор может соорудить свою клумбу, и чем она будет интереснее, красивее, они могут ее запечатлеть, отправить в газету. То есть, мы сделаем потом газету «Наш город». Ну, это самое простое. Сделаем и видеопрезентацию, и альбомчик сделаем, и наградим 1 сентября, в День мира, самые удачные композиции, самые интересные дизайнерские решения. И вот таким совершенно простым, незамысловатым образом, вот эта активность, потому что у многих есть там простая рассада в огороде, они могли бы ей поделиться. Мы еще украсим город. А что это такое, как ты считаешь? Это все-таки в свете того, что мы знаем, и об этом открыто говорится, и везде печатается, что бюджет уменьшается, да, критические такие времена. Это что такое? Голь на выдумке хитра. Или мы покажем этому кризису, нашу Кузькину мать, и не будем жить мы плохо? Или, я не знаю, или это какая-то зрелость в сознании наступает? Почему ты думаешь, и люди откликаются на то, что говорят городские власти? И действительно это делают? Я считаю, что в нас еще очень хорошо живо вот это советское прошлое, как-то было бы ни странно. Все равно мы все дети субботников. То есть, когда ты сделал сам, ты это бережешь. Вот эта психология, она работает. И инициатива внутри, то есть не только критика, да, но и то, что ты бы сам готов был сделать, она сейчас идет. То есть, вот то славутое гражданское общество, вот оно в этой стадии своего родного дома, своего комфорта около себя, оно имеет место быть. Понятно, что очень многие говорят, зачем мы платим налоги, извините, вы обязаны это сделать. Но вот слово обязаны, если так, ну это опять же мое мнение, да, то же самое бизнесмен, которому, грубо говоря, пофиг. Он и налоги, мне кажется, иногда платит не все, имеет там черные-белые зарплаты, то есть он живет так, как ему удобно и требует от всех. Ну, нормальная позиция, но в большинстве своем, я думаю, что она не очень продуктивна, как в бизнесе, так и в жизни. Поэтому нормальные советские люди, которые живут даже сейчас, они садят в ломбах. И, кстати говоря, вот этот расцветаемый город, это такой слоган, который относится и к самому Дню Города, который мы празднуем завтра уже там, День Города, День России. Огромная программа напечатана на сайте администрации города Кирова, просто очень впечатляющая. Мы давай о ней поговорим где-нибудь минут 20-25, начнем говорить. Все-таки, вот такая преамбула у нас позитивная получилась, слава Богу, в преддверии выходных дней. Но все-таки давай посмотрим, как мы этот год прошли, тяжелый, во всех отношениях, и для страны, и для областных бюджетов, всех, абсолютно не только наших. Мы можем сделать такие, ну, исключая некоторые регионы страны, и слава Богу, что в них то и все хорошо. Может быть, какие-то цифры ты приведешь? Потому что, когда мы говорим о кризисе, о кризисе, о кризисе, о том, что надо затянуть пояса, такое ощущение, что у нас сжимается все и везде вообще. А ты мне до эфира сказал, что есть хорошие. Любопытно, да, мне само было любопытно, потому как всегда мы и тоже, что сделали за год, и как раз за год 14-й, как раз время подвести итоги, уже услышать и увидеть цифры. И вот что характерно, мне было само любопытно, вот один из таких специалистами, называемых главных признаков эффективности работы власти, это наличие или отсутствие на территории какой, который она управляет, естественного прироста. То есть, что это значит? Что в прошлом году, вот за 14-й год, нас стало больше. То есть, естественный прирост населения увеличился в 3,9 раза. Почти в 4 раза? Да. То есть, родилось в 2014 году 6768 человек. Умерло меньше. То есть, 563 человека, это вот и есть наш естественный прирост. Ну, такая цифра, ну, любопытная, приятная. И на 15 января наш город составляет 519 100 жителей. То есть, это тоже увеличение на 6,8 тысяч человек в среднем. Ну, вот такая игра цифры, но любопытная. Посмотрели экономику. В кризисные явления, они, да, мы о них говорили, но на самом деле, вот по цифрам, что год-то стал успешным и для экономической сферы города. В 2014? В 2014 год. То есть, я сравнивала с 2013 годом. И вот по всем основным показателям отмечен рост. То есть, оборот организаций, общий оборот организаций в 2014 году составил, экономический оборот, 226,4 миллиарда рублей. То есть, увеличился за год почти на 9 процентов. Не почти, а 9,1 процента. А городу Киров? Это город Киров. Только город Киров наберем. Но все-таки областной центр, даже если мы такая глубинка, то приятная цифра. Вот. Ну, есть такие сопоставимые цифры, как, сколько мы построили жилья. Прошлый год был рекорден в этом отношении. На 28 процентов больше, чем год назад. То есть, порядка там 456 тысяч квадратных метров жилья получили люди в нашем городе. И вот, может быть, такая смешная цифра, но у нас наблюдался рост заработной платы. В среднем, можете сомневаться, не сомневаться, но это статистика, заработная плата составила 27 826 рублей. Средняя. Она увеличилась по сравнению с 2013 годом. То есть, вот такие маленькие факты. Но я уже не говорю о социальной сфере, сколько у нас стало больше мест в детских садах. Да, мы строим. Федеральные программы, в принципе, нормально отработали у нас. Построили и социальное жилье для детей-сироты, и детские сады. И, в принципе, знаете, вот если мы говорим о культуре, то я вот так наблюдаю, те же самые библиотеки, которые, ну такие, имеют старые фонды, они сейчас изменяются. Накапливают какой-то потенциал, сливаются, становятся центрами, какие-то новые инновации там появляются, компьютерная техника, то есть, в принципе, очень неплохо развиваются. И вот, честно говоря, с моей точки зрения, мы говорили про разные мероприятия, их стало больше, их стало реально больше. А еще что я отмечаю, ну я такой очень критичный зритель, и вот разные эти концерты, мне всегда кажется такая, ну, тягомотина. А здесь посмотрела, вот, наверное, пять концертов последних и отметила очень высокий уровень. Очень классно представлены дети. Действительно, высокий уровень культуры и профессионализма. Сами мероприятия подготовлены хорошо, когда они используют все возможности, скажем, технические, у них там идет и экран, очень много визуальных каких-то эффектов, и просто детки замечательно выступают, очень современно. То, что тут совсем недавно, яско-землячество в Москву как раз возили культурную нашу программу, показывали, там были просто все в восторге. И глава города приехал с таким удовлетворением, потому что здесь мы вроде видим-видим, а там такая оценка москвичей была. Неужели? То есть насколько Киров подрос, насколько стали дети выразительными, насколько они стали хороши. Поэтому вот у нас есть такие приятные моменты. Ну вот, кстати говоря, есть у нас 3-5 минут на то, чтобы обсудить как раз концерты и выступления. И так далее, действительно, я вот тоже согласна, что, наверное, коллективов стало больше. По крайней мере, если мы стали сравнивать с советскими временами, как-то стали восстанавливаться вот эти коллективы, может быть, не старые, а именно новые, но их становится больше. И у меня, как у мамы, у которой еще ребенок невелик, есть ощущение, что, наверное, сыграли свою роль в том числе и школы развития различные, частные какие-то, вот инициативы в том числе. Конечно, я про детскую филармонию ничего не говорю, они молодцы. И наши заслуженные коллективы тоже молодцы. Но был, мы помним, прекрасный момент, когда был такой развал, разруха, затишье. А сейчас и родители стали этим интересоваться, откладываться. И вот эти коллективы действительно развиваются. Единственное, что меня смущает в этом смысле, на мысль на это меня натолкнуло наше мероприятие в парке Аполло, которое вот здесь прошло 6-го числа, когда мы попали под дождь, и когда наши чудесные группы играли под навесом, но под дождем, ты понимаешь, что хочется, чтобы больше было мероприятий открытых. Вот не только то, что происходит иногда на театральной площади, в единственной ракушке, так скажу по-старому, а чтобы наши парки, они стали тоже культурно-досуговыми центрами. Потому что вот эта вся красота и вот эти все таланты, о которых ты сейчас говоришь, мне кажется, требуют внимания вообще горожан и людей, которые живут в этом городе, хорошо бы, чтобы приходили и все это видели. Потому что вот кто побывал на празднике 6-го числа, правонотворчество в парке Аполло, у нас была небольшая, видимо, информационная там какая-то бомбежка по поводу этого праздника, они говорили, ну надо же, как удивительно, ну как здорово-то. Вот хотелось бы, чтобы вообще каждые выходные в парках это было. Я прям думаю, что, наверное, надо, когда меня в следующий раз в Синутра позовет, перед сколько времени заседать, скажут, что нам нужны, наверное, ракушки и какие-то навесы в парках, чтобы в любую погоду театральные представления, концертные программы и еще что-то. Это тоже ведь какая-то общность, наверное, создается, да? Нет, ну это очень замечательная, как бы, инициатива и идея, потому как, в принципе, из самодеятельности рождается профессионализм потом. И, собственно, дети для того занимаются, чтобы показать себя. Вариант показать на малой сцене, потом выйти на большую, вот тебе простая дорога. И ощущение этой сцены, да, другое. Вот, я думаю, что это, в принципе, не за горами. Вот я посмотрела по программе «Расцветаемый город», праздничной программе, которая предстоит, так там, получается, у нас таких вот площадок в городе будет, ну, параллельно работать великое множество. Ну, дай Бог, чтобы, ну, все не толклись на площади театральной, хотя здесь будет самое главное событие. Но и во всех районах, во всех территориальных наших управлениях были созданы праздники, и они будут параллельно работать с большой площадкой театральной площади. Ну, то есть задача была поставлена, чтобы в каждом микрорайоне происходило какое-то мероприятие. Да, и более того, да, и в скверах, и в парках. Вот это как раз та возможность, когда открыты наши площадки, какие есть в парках, они будут все заполнены. Ну, вот я здесь вижу, что, конечно, театральная площадь, Октябрьский проспект, район сырка, Александровский сад, который стал уже заслуженным, наверное, одной из самых таких популярных площадок. Набережная Грина, пешеходная улица Спаская. Когда уже у нас пешеходную улицу Спаскую сделают больше? Парк Победы, площадь Кировского социально-культурного центра «Семья», площадь маршала Конева, площадь Дома культуры «Маяк», в Нововятске много чего происходит. Вот это было 12-го числа. В Радужном, я вижу, в Коминтерне это будет. Но я бы не сказала, что прямо супер, как много площадок. Ну, здесь не все. Наверное, это ключевые. Здесь не все, да? На самом деле, ключевые, да. Ну, вот если возвращаться к 12-му, да, вот, чтобы я выделила, я посмотрела по программе, конечно, всё интересное начнётся с 9.30. Уже начнётся. Это такая традиция, да, Свято-Успенский кафедральный собор, Трифонного монастыря, праздничный молебен. О здравии жителей города Кирова. Это такая... А у нас это было раньше? Да. Это у нас была такая традиция замечательная. И я вот уже третий год, я специально на каждом празднике бываю, и в сферу своей, как бы, деятельности есть с чем сравнивать. Это такая совершенно такая добрая и очень душевная хорошая традиция. А в этом году ещё у нас появился такой ангел-хранитель в виде памятника Трифоновьянскому. Ну, тоже в этом отношении будет хорош. Вот, в 9.30 там начнётся это движение. Параллельно, а, потом сразу я вот предложила бы горожанам поехать в Парк Победы в 11 часов. В 11 часов там будет открытие главного фонтана. Ещё одного, второго фонтана в нашем городе. Такой тоже большой подарок городу. И от губернатора Никиты Юрьевича Белых, и Владимира Васильевича Быков поддержал. Я понимаю, там, кстати, тоже деньги собирались в миру по нитке. Да, то есть там это было сделано, во-первых, в очень короткие сроки. Ну, там хорошо, что там была эта возможность всё это дело восстановить, поставить новое оборудование, и поэтому это будет такой фонтан с подсветкой. Я его ещё не видела в действии в вечернее время, только 12-го числа будет открытие, и сегодня последние хлопоты по его приготовлению. Но я думаю, что это тоже будет такое приятное место притяжения горожан. Фонтанов у нас давно, да, нет? Да, и в этом году, в принципе, Парк Победы, конечно, очень изменился, и он ещё будет продолжать наращивать своё название, именно как Парк Победы. Я сейчас две копейки свои ставлю, и как раз после собрания рабочей группы у главы администрации было решено поставить велопарковки во всех парках. У Парка Победы вчера поставили велопарковку, и то есть те, кто приедут туда на велосипедах, смогут припарковать их и пойти смотреть открытие совершенно спокойно. Ну и после того, как мы запустим фонтан, можно будет легко прийти на Театральную площадь, потому что здесь действие начнётся с 10 утра. Здесь у нас будут выставлены торговые ряды. В этом году решили сделать, попробовать или дать попробовать горожанам вкус вятки. То есть то, что было 9 мая, выставлялись наши торговые организации, общепит, то есть здесь они будут также представлены. Можно будет попробовать что-то вкусненькое. Ну я вижу, что у нас ведь и 13 числа на Театральной площади торговая ярмарка. Это разные, это другое. Здесь торговая ярмарка – это именно торговля, а 12 числа – это общепит. То есть это тоже очевидно. То есть что-то такое будет? Возможность попробовать какие-то изысканные блюда. Еда будет, да? Еда будет. То есть можно будет и посмотреть и хлеба, и зрелище. Переее, посмотреть зрелище и ответить что-то вкусненькое. Традиционно в 12 часов 12 на главную сцену Театральной площади поднимется первые лица города, они поздравят наших горожан. Кстати, хотела бы пригласить горожан, чтобы они приходили с воздушными шариками. Да, праздник воздушных шаров же будет традиционный, который наши коллеги, там 33 канал, по-моему, поддержат уже с года в год, да? Да, то есть воздушные шары будут отпущены в наше небо, тогда тоже будет красиво. Вот, и любопытное мероприятие, это в принципе такое знаковое для Кирова Всероссийский конкурс классического современного танца. Вот сюда приезжают со многих городов России, то есть у нас проходит практически целый значительный этап. А это где будет? Это будет в 16 часов на Театральной площади, а галоконцерт, то есть они будут работать и 12, и 13, и 14, в космосе придет галоконцерт этого мероприятия. Это больные танцы? Это и классические, и современные танцы, и народные. То есть там будут представлены разные группы, мастер-классы, очень высокого уровня педагоги приедут, отсматривают, и жюри будут очень интересны. Поэтому тоже должно быть. На самом деле, если здесь рассматривать по часам, что будет проходить на Театральной площади, то есть очень много. И старт автопробега, и поющий город, и в шоу-показ «Цветочная мелодия». Ну и, естественно, презентом, концерт. Да, мы сейчас дойдем до этого концерта. Здесь все могут, в общем-то, по интересам. Кто хочет, пожалуйста, бальные танцы, кто хочет еды, пожалуйста, здесь будет, да. Ярмарка, кто хочет, будет смотреть на первых лиц города, который открывает. Кто хочет, пойдет на Октябрьский проспект, потому что там большой спортивный праздник, 10 часов будет. И там, насколько я помню, будут картинги, там будет велогонка, да, вулатлон. Это будет в 13 открытий там всего. Я вижу в 10 часов. В 10 часов они начинают, то есть они готовятся, а в 13 часов они на открытии, да, вот картинга, асфальтовое кольцо, да, на Октябрьском проспекте в 13 часов. Так, ну и вот, и добрались мы, наконец, до дискотеки 80-х. Ну, да. Что это такое? Вот, это обсуждалось многими. Что, кто, кое-кто даже говорил, что дискотека 80-х, это такая рефлексия тех людей, которые, собственно, заказывали Виктора Салтыкова. Но от рефлексии это или нет, уже после рекламы поговорим. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занко. И сегодня мы так по-особому разбираем празднование, грядущее празднование, и уже наступившее празднование Дня города. Сейчас мы к 12 июня перешли с Яной Юрьевной Страузовой, руководителем отдела по связям с общественностью Кировской городской думы. Добрались мы до Виктора Салтыкова. Дискотека 80-х с 20.30 до 22.00 часов на театральной площади. Сейчас в перерыве мы говорили, а что, собственно говоря, про Виктора Салтыкова сказать? Я говорю, ну я, ну как, мы же оттуда вышли. Из Виктора Салтыкова. И я до рекламы и сказала, что некоторые обсуждали это дело про Виктора Салтыкова. И говорят, что, наверное, те, кто его заказывал, они как-то рефлексируют. О своей молодости вспоминают. Что как-то он уже Виктор Салтыков и не то, и не так, и вообще на кого он рассчитан. Вроде как молодежь его не знает и знать не хочет. То есть на нас получается. Нет, но иногда они тоже подпевают песенки-то, видимо, на слуфу где-то. Да Виктор прекрасен, конечно. Я его очень уважаю. И если он отработает так, как здесь заявлено, с 20.30 до 22 часов, это очень хорошо. Мы будем надеяться, что полтора часа он абсолютно честно отработает. Ну что, хитов у него очень много. Люди их нашего поколения все прекрасно помнят. Но, кстати говоря, вот вопрос. И тот же вопрос мне пришел после 6 июня, после праздника Вапола, когда у нас наши ведущие, хедлайнеры, как Света Уделя называет, группы музыкальные кировские, под дождем выступали на сцене Аполло. Ну, там было множество прекрасных групп, совершенно чудесных, которые... А завершалось все, понятно, наступлением детей из домов-интернатов, которым подарены инструменты. Я стояла в восхищении под этим дождем и думала, Господи, вот же, зачем нам звезды, когда у нас есть вот, да они такой грандиозный концерт могли бы забабахать, еще как там утерли бы носы кому угодно. Потому что у нас руки вверх, которые везде там, как бы к ним... Господи, руки вверх, прости. Слава Богу, что их нет. Уж простите меня, поклонники этой группы. Слава Богу, что их нет. Значит, у нас группы, которые сейчас вот гастролируют и по всей стране, и которые в нашем городе работают, они на самом деле на таком высоком профессиональном уровне. Правда, их знает ограниченное количество людей. Я бы вот их, я, честное слово, выпустила бы на сцену, совершенно не сомневаясь, что они держали бы аудиторию. Пусть бы они прославляли нас. Еще бы тень к сэкономерам. Не было таких мыслей. Согласна, согласна. Ну, видимо, у нас есть такая традиция, что нужно какой-то звезду. Звезду, да, то есть... Как говорила, да, Шумайлова говорила здесь же, она сказала, что мы же опрашиваем горожан. Что вам нужно вот в праздник? Фейерверк и звезду. Ну, пока вариант некой этой звезды, или, быть может, возвращение это в прошлое. Пусть попевают, пусть подтанцовывают. Ну, хорошо. Надо подумать в следующий раз. Вот запросить. Может быть, выдвигая свои группы, помогая им даже финансово, будет чем прославлять наш город и на других площадках. Ну, в общем, Виктор Салтыков закончит петь в 22 часа. Да, еще закончится фейерверк. И дальше мини-фейерверк. Ну, это все правильно. Ну, зачем нам выбрасывать воздух в лишние бюджетные... А это очень дорого, да? Это очень дорого. Это, помимо того, что это дорого, я, насколько вот посмотрела и услышала, это очень-очень небезопасно, для этого нужно определенные условия, если это делать большой салют, то есть, значит, нужно уводить от театральной площади и так далее, и так далее. Мы так привыкли, что у нас здесь так по-семейному, да, в центре города. Ну, кстати, хотела сказать, что вот параллельно наши творческие коллективы в это же время, то есть 12-го числа с 10-ти в Александрском саду тоже будет огромная программа. Вот там как раз будут и дети, и взрослые, и молодые поэты, и барды. Поэтому вот... Ну, эти группы не меньше. Они где-то в заведениях, видимо, будут играть в этот день. Наверное. Ну, я вижу, кстати, что фейерверк будет и в Новоавецком районе, и в Коминтерне будет фейерверк. В общем, все в порядке. Переходим к 13-му июня. Нет, я посмотрите, хотела еще завершить чем. В принципе, у нас еще будет одна площадка, ну, такая знаковая, в принципе, для города. Мы начали говорить о таких знаковых событиях, которые показывают, что мы здесь живы, и не просто так. В 14 часов на Новоавецком районе глава города, первые лица области открывают дом. Дом для детей-сирот. Я видела сегодня. На самом деле, это тоже такое хорошее событие. То есть мы празднуем, но и дети, которые ждали этот дом и ждали этого вселения, они уже могут прийти, посмотреть, пощупать свои квадратные метры. Это очень здорово. 36 квартир готово в чистовой отделке. Они получат ключи чуть позже. Сейчас зашла на сайт, да, посмотрите. Они получат чуть позже ключи, а вот такой первый осмотр территории, там не все до конца, быть может, идеально еще будет, потому как рядышком второй дом на Ленина 8-Б, он будет сдан чуть позже до конца года. Ну и еще те же 39 квартир. Вот столько мальчиков и девочек получат свое жилье. Поэтому тоже такое знаковое событие для города. А у нас это не первые уже дома? Да. Но в таком масштабе, наверное, первые. Там, понимаешь, какая была проблема? Раньше невозможно было получить и предоставить жилье, только был вторичный рынок, там те метры, не те, насколько она хорошая. Поэтому город принял решение строить. И когда они приняли это решение, то есть посмотрели по эффективности, по денежной, то есть получилось выгодно, а второе все равно получается новое жилье. И если дом на Рухлядево, когда я там была первый раз, ну лично у меня, это опять же мое личное мнение, вызвало несколько такой у меня грустный, немножко разочаралась я, потому что мне он показался слишком прост. Этот дом, он уже более крепкий, он там сто лет простоит, там уже кирпич, то есть там они исправили те ошибки, которые были в первом доме, какие-то недосчеты. И помимо вот этих двух домов будет строиться, закладываться дом Ленгасова. То есть проблема предоставления жилья детям-сиротам, она у нас совершенно так нормально, правильно решена. Это очень хорошо, когда строятся новые дома. Это действительно, ты въезжаешь в новую квартиру, в новый дом, и какие бы ни были там действительно неполадки, недостатки, надо сказать, что и в наших домах, когда мы сами себе строим полно недостатков, это уже все равно не вторичка. Да, это здорово. Все-таки перейдем сейчас к 13-му числу, потому что я вижу, что 13-го числа у нас тоже много чего происходит, серьезных мероприятий. Ну, во-первых, мы уже упомянули, что будет городская ярмарка на театральной площади с 9 до 15, между прочим. То есть такая шестичасовая работа будет, не то, что там развернулись и тут же свернулись. Это хорошо. И дальше информационно-пропагандистская акция военная служба по контракту. Это что такое? Да, кстати, это такое. И почему это 13-го июня? Да, первый раз такое решили сделать. Привлечь внимание молодых, продемонстрировать военную технику, показать там, не знаю, образцы военной одежды, полевой кухней, накормить кашей. И в то же время они предлагают полностью информацию работы по контракту, службы по контракту. То есть будут выставлены специалисты и молодые люди могут получить полностью информацию, как они могут поработать. Это чей заказ? Это на самом деле не чей. Это не было заказом каким-то определенным. Это может быть какая-то государственная программа? Нет, они просто предложили такой вариант здесь на театральной площади. Почему выбраны на театральной площади? Ну, только потому, что у них будет большая военная техника, оригинальная, очень интересная. Там ракетная. Как они там взяли совместятся. Да, мы посмотрели по площади, все хорошо. Все хорошо. Поэтому я думаю, что здесь и купить, и что-то очень важное, нужное для себя узнать будет логично. Поэтому посмотрим, как это пройдет. Интересно, да. Ярмарка в сочетании с военной служивой по контракту, это интересно. Мы видим, что фестиваль в Гагаритском парке в 10 часов начнется литературно-музыкальный, патриотичное, там такое название Россия, Родина моя. Перекресток улиц Московской, Владарского, улица Московская, улица Казанская, Александровский парк. О! Парад Дружбы народов в рамках фестиваля Вместе Вятка. Ну, о фестивале Вместе Вятка мы тут много говорили. У нас запустилась программа «Союз нерушимый», где в минувшую пятницу все заинтересованные лица активно об этом рассказывали. Но, насколько я понимаю, будет впервые также и вот этот парад, он будет костюмированный. Нет, на самом деле, он в прошлом году тоже был костюмированный. Я в прошлом году была, мне тоже было очень любопытно, это было на Вавятске, на стадионе, там было много места, они там прошли, условно, коробками и строй, показали свои замечательные костюмы и кухню. В этом году все это перейдет в Александровский сад. На самом деле, они пройдут вот этим шествием от Московского в Александровский сад. Здесь, видимо, покажут и свою национальную борьбу, и будет показ национальной свадьбы. А здесь Олеча Гаев будет играть с отца жениха. Ух ты! Да. Он признался в этом. Вот, они представят свою кухню. На самом деле, я, ну, как опасаюсь только того, что там будет не хватать мест, потому как центровое место и всем удобно туда прийти. дай Бог, чтобы все у нас получилось. Нет, на самом деле, надо сказать, что в этот день, 13-го числа, не только будет вместе Вятка, что, конечно, тут уже завлекли нас в пятницу и пловом, и всем, чем только можно. На самом деле, будут происходить мероприятия параллельные. Я знаю, что наш завод Вятич будет устраивать шествие пивоваров. Давно, кстати, их не было. Я уж не помню, сколько лет в последний раз пивовары шли по Карла Маркса, по Карла Маркса вот такой пролон. Ходили, ходили. Ну, что-то я упустила, значит. Вот они тоже будут идти и обещают, что будет у них праздник, насколько я знаю, выездной, там, в Порошино, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, вы уж сами смотрите. И торжественное музее открывается Вятича. то есть куда-то будут людей оттягивать, видимо, еще какими-то параллельными мероприятиями. площадь филармонии, Кагаринский парк. Да, поскольку здесь, и это хорошо. Я вот, кстати говоря, за то, понятно, что здесь еще коммерческие цели преследуются, но я за то, что чем больше предприятий будет такого придумывать для горожан, тем меньше городской бюджет будет тратиться на устройство праздников. Мне так кажется. Ну и смотрите, 14 июня будет еще в Дворце культуры Космос гала-концерт второго всероссийского хореографического конкурса. Киров-данс называется. Мне кажется, это уже по интересам. Это тот, кто уже вот там участвует, детишка, у кого выступают или взрослые, они, наверное, как-то туда пойдут. Но такая действительно плотная программа. Мы будем только надеяться, я думаю, ты ко мне присоединишься, что все будут соблюдать культуру поведения в этот день. И эти самые прекрасные клумбы, которые разбиты, все вот усилия, которые были приложены, будут оценены все-таки, не повреждены никем и никогда. Не стесняйтесь делать замечания окружающим, если они ведут себя вызывающим. Да? Да, еще хорошей нам погоды, солнышко, чтобы не было туч. Кстати, хотела бы заметить, да, я посмотрела после 9 мая на следующее утро, я рано встаю, город был чист, городские службы 9 мая, после 9 мая, после праздников очень оперативно успели это сделать. Надеюсь, что в этом году все получится так же интересно. Всем желаю прекрасных выходных. Спасибо большое. Сегодня вы слушали особое мнение руководителя отдела по связям с общественностью Кировской городской думы Яны Страузовой. Яна, что пришла. Поработаем еще на выходных, я чувствую, да? Да, у нас, да, у нас все выходные. Мы поработаем, да, а всем приятного отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин